Пожилых людей часто обманывают, и дело тут не в возрасте, просто им сложно распознать современных машинников. Пенсионерам и звонят, и СМСки отправляют якобы от родственников. А пока не разберутся, кто и зачем звонил, кошелек оказывается уже пустым. Приходят злоумышленники и в квартиры, представляясь работниками соцзащиты, обещают помочь, а сами обворовывают пожилых. Потом началось с банковскими картами. Идут СМС, отправьте свой код, у вас снимутся деньги, кто-то там пытается вас снять. То есть вот такая вот история тоже. Как не стать жертвой мошенников, этому учит новый проект, который разработан общественной организацией. Ее представители во всех регионах страны проводят обучающие семинары. Учат людей старшего возраста распознавать злоумышленников. Обманули, поменяв какие-то трубы за 80 тысяч, не знаю, выманив деньги на какие-то огромные проценты, они потом все потеряли. То есть схем этих много. И мы поняли, что надо что-то делать, потому что люди реально страдают. Более того, они потом, например, взяв микрокредит, они оказываются в такой долговой яме, что потом мы, как вообще благотворительные фонды, общественные организации, вынуждены им посылать посылки с продуктами. Чтобы не доводить ситуацию до критической, важно научиться быть бдительными. Участие в семинарах бесплатное. После того, как они пройдут вот этот вот уставной семинар, мы проведем эти семинары для большинства жителей нашего города. То есть именно для пенсионеров. Во-первых, сначала внутри самих волонтеров серебряного возраста. И впоследствии уже будем приглашать через ТОСы, да, общественность для участия в этих семинарах. Наше время такое беспокойное – это очень такая важная тема. Надо быть в курсе, чтобы быть готовым оказать какое-то сопротивление. Так называемые уроки защиты пройдут во всех районах Сочи. Будут на курорте распространяться и методические пособия бабушки против мошенников, которые изданы на средства президентского гранта. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ»